Сегодня 1 апреля и я собрался пошутить, что у нас сегодня в студии дорогой Радифаритович, ему надоело нас терпеть, он придет рассказать всю правду о том, как есть все на самом деле. Шутка была готова, но вчера вечером в половине девятого стало известно, что дорогой Радифаритович внезапно в конце пятницы уехал в командировку в Абхазию. И потому шутка моя не состоялась. Впрочем, отмечу, что дорогой руководитель республики традиционно отъезжает в заграничные командировки именно по пятницам и именно вечером. По прошествии почти четырех лет правления Хабирова республикой Башкортостан, пожалуй, что всем стало очевидным, то, какие приоритеты установились у действующей в республике власти. На мой взгляд, главнейшим приоритетом является благоденствие и достаток Хабирова и его команды, обустройство их быта, жизни, условий труда и прочего. Не говоря уже о тех странных экономических процессах, которые идут в подполье во время распила нашего многострадального башкирского бюджета. А вот все остальное отходит на второй план. Все остальное не приоритет. Ни занятость населения, ни доходы населения, ни то, как вообще живут люди в республике, особенно не беспокоит дорогого Радзе Фаритовича. В подтверждение этого тезиса приведу два-три примера того, как обстоят дела в республике, чтобы не быть голословным, чтобы доказать вот это свое предположение о приоритетах власти. Несмотря на то, что гигантские деньги уже истрачены на перевозку драгоценного туловища главы республики по России и республике, на этой неделе стало известно, что еще 72 миллиона рублей мы заплатим, по сути говоря, из бюджета или из околобюджетных фондов за очередные вертолетные удовольствия ради Фаритовича Хабирова. 72 миллиона рублей взыскивает компания «ЮТЕР» вертолетные услуги с одного из наших фондов, который без всякого сомнения питается исключительно из бюджета. А вот несколько миллионов рублей на ремонт детского сада «Аленушка» в городе Бирске так и не нашлись. На этой неделе нам прислали фотографии с совершенно жутким состоянием этого детского сада. Там, ну, правда, смотреть страшно на все это и непонятно, как выживают дети в подобных условиях. И та сумма, которая требуется на ремонт этого детского сада, ну, никак не сопоставима с теми суммами, которые были потрачены на вертолетные перемещения Хабирова. 490 миллионов рублей стоил сам вертолет для руководителя республики. Еще 186 миллионов было выплачено за услуги по обслуживанию, перелету и так далее, и так далее на этом вертолете. И там, видимо, туда входит еще и топливо. И теперь еще 72 миллиона взыскали с Хабирова за вот эти вертолетные услуги. Совершенно какая-то немыслимая сумма, которая уже, ну, вот вполне себе упирается в миллиард рублей. И это еще не посчитаны там все автомобили, бензины и прочие-прочие вещи. И вот этот несчастный детский сад «Аленушка» в городе Бирска, который выглядит, ну, по меньшей мере, так же, как какой-нибудь объект после бомбардировки, я не знаю, там, какими-то ужасными врагами, нацистами и супостатами. То есть, вот, собственно, самый яркий, пожалуй, пример, который иллюстрирует приоритеты власти. Помимо всего этого, кроме вот таких вот вещей, как детские сады, школы, дороги, Хабиров и его команда полностью пренебрегают и символическими вещами. Я говорю о том, что памятник Салавату Юлаеву, который было, как вроде бы, как обещано начать ремонтировать, и который находится в бедственном положении, он насквозь проржавел. Внутри этого памятника уже свили гнезда перелетные птицы и прочее-прочее. Так вот, этот памятник тоже не особенно спешат ремонтировать ввиду отсутствия денег. Ну, понятно, все же деньги пошли на вертолеты, на оплату услуг по обслуживанию этих вертолетов и так далее, и так далее. Так вот, памятник Салавату Юлаеву не отремонтируют не то, чтобы к 450-летию Уфы, то есть на будущий год, а вообще его не отремонтируют в обозримом будущем. На этой неделе послышались разговоры, что концепция меняется, что теперь памятник будут снимать и перемещать в какой-то там специальный цех, где специальные люди, специальные инструменты и прочие-прочие, они это будут делать. Примечательно, что во всей этой болтовне отсутствует какая-либо хронология, то есть никто не говорит, когда и что случится. Говорят о том, что сейчас специалисты тихонько, медленно, не торопясь, высчитывают и рассчитывают стоимость и порядок проведения работ, что для меня отчетливо указывает на то, что денег на реконструкцию и реставрацию памятника нет, и то, что риски того, что этот памятник как-нибудь однажды в сильный ветер спикирует прямо в реку Белую, возрастают от дня ко дню. Ну, а птички облегченно вздохнули и вернулись в виде гнезда внутри символа республики Башкортостан. Как вы уже, наверное, заметили, больше года в наших видео нет никакой рекламы, монетизация на YouTube для России отключена, и потому единственным путем, которым вы можете помогать нашему каналу, является путь перечисления любых денежных средств на наш расчетный счет, который мы публикуем в каждом нашем видео. Мы существуем исключительно за счет ваших пожертвований и безумно благодарны вам за каждый рубль, который вы нам перечисляете. Как в той поговорке, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Действительно, не нужны крупные пожертвования. Вполне достаточно перечисления 100-200 рублей, и поверьте, если их будет достаточно много, этого будет достаточно для существования нашего канала. На минувшей неделе, как я и обещал, мы посетили парк Кашкадан и осмотрели, что от него осталось после первой его зимовки. Естественно, главное внимание мое было сфокусировано на той самой знаменитой лиственнице, которой якобы выстелены все пандусы, всевозможные пирсы и прочее-прочее в этом парке. Существенная часть из миллиарда, потраченного на этот парк, ушла именно на эту лиственницу. И именно эта лиственница вызвала массу вопросов в тот момент, когда парк строили, когда обсуждали там, что там и как будет, и прочее-прочее. Примечательно, что факт наличия вот этой чудесной лиственницы зафиксирован документально. Мы все помним эти видеокадры, где во время высочайшего посещения строящегося парка Хабиров осматривает стройку, и подрядчик, бегая вокруг него кругами, рассказывает, что именно отборной лиственницей все здесь будет выстилано, и она, значит, на века тут ляжет. 6700 квадратов лиственницы, просто вот эти тропиночки. Момент о том, что здесь именно эта порода дерева укладывается, никакому сомнению не подлежит. Однако у меня есть масса сомнений, и не только у меня, в том, что именно эта порода дерева была использована при строительстве парка Кашкадан. Я не поленился и несколько изучил вопрос. Справочники говорят о том, что древесина лиственницы, при условии, что она правильно приготовлена и обработана, чрезвычайно дорога и чрезвычайно пригодна для строительства в открытых пространствах. Справочники говорят о том, что древесина настолько сильно пропитана смолой в природном состоянии, что практически не реагирует на контакт с водой. Древесина лиственницы имеет крайне низкие продольные и поперечные коэффициенты расширения и разбухания, в общем, чудо, а не материал. Но напомню, что те же справочники говорят, что эта древесина крайне сложно обрабатывается и действительно очень дорого стоит. И вот что мы видим по факту, что мы увидели на этой неделе и что зафиксировали наши фото и видеокамеры. Доски треснули практически на 100% все. То есть не через одну, не некоторые, а каждая. Эти же самые доски вспучились и во многих местах их покоробило настолько, что они подняли этот тротуар, эти трапы, они встали винтом, в общем, ну, несколько противоречия строительным справочникам. Большинство досок потемнели и некоторые из них даже почернели, что тоже противоречит свойствам лиственницы. Ну, саморезы в этой особо твердой древесине держатся еле-еле во многих местах, выпадают. Кроме всего прочего, те доски, которые отвалились и видны с обратной стороны, говорят нам о том, что они были чем-то покрашены, видимо, для того, чтобы придать им вот этот вот природный цвет, который на самом деле есть у лиственницы, потому что с изнаночной стороны они совершенно такого банального липового цвета. Очевиден вопрос о том, какую древесину на несколько сотен миллионов рублей постелили под открытым небом в Кашкадане. Этот вопрос однозначно назрел. Я думаю, что необходима экспертиза материалов, потому что чего бы я там ни начитался в справочниках, я в конечном итоге не эксперт и окончательно утверждать, что это за древесина, я не могу. Каким образом организовать эту экспертизу и как сделать так, чтобы мы ей поверили, чтобы это не была бумажка, которую нам принесет опять какой-нибудь подрядчик, где будет написано «Эй, уара, вообще лапша, отличная древесина». То есть вот такая бумажка нам не подойдет. Еще из наблюдений в парке Кашкадан, там, неожиданное, кстати говоря, наблюдение, там исчезает само по себе озеро. Оно обмелело, по моим прикидкам, метра на два-три, ушло к центру, оголились там участки дна, которые, в общем-то, точно в прошлом году были под водой. И вообще видно, что, ну, по уровню льда и воды, что там все это исчезает. Напомню, что 650 миллионов рублей были истрачены вот этими, значит, подрядными организациями Хабирова, только на то, чтобы обустроить чашу озера, там ее вычищали. Хабиров называл какие-то фантастические совершенно цифры по количеству вывезенного ила. В общем, все это дело обустраивали. И теперь вот вода, не подчиняясь законам коррупции, но подчиняясь законам физики, куда-то уходит из этого озера. Уфимская мэрия что-то неуверенно мемлет о том, что, дескать, водоем-то природный, в нем случается что угодно, но, простите, тогда чего вы полезли в этот природный водоем? Углубляли его, расширяли и обустраивали как не в себя. Тут, конечно, вопросов много. Но кроме вышеописанных безобразий, я обратил внимание на то, как странно и, по сути, не до конца устроен этот парк. Я впервые обошел его полным кругом, и вот на той тыльной стороне расположены такие замечательные красивые пирсы, которые тоже отделаны деревом, которые тоже так же покоробились и почернели. Но пирсы эти представляют из себя довольно-таки высокие такие башни. Возвышение их над уровнем воды или уровнем льда, ну, по ралу, что метра два с половиной-три. И эти пирсы абсолютно никак не огорожены. Ну, высота приличная. Дети по ним бегают только так. Сейчас все еще даже скользко. Да и когда не скользко, все равно это очень опасно. Никаких ограждений, никаких перил, ничего там нет. То ли так задумано гениальными архитекторами этого парка, то ли они что-то не успели доделать. Но позвольте, а как же три торжественных открытия парка, которые мы пережили в минувшем году? Совершенно непонятно. В общем, конечно, я призываю родителей тех, кто гуляет с детьми в этом парке, обратить внимание на эти опасные объекты. Ну, а администрации парка, наверное, что-то предпринять для того, чтобы там никто не погиб в ближайшее время. И, увы, парк Кашкадан, хоть и самый грандиозный объект из всей этой череды Хабировского паркостроения, но абсолютно не единственный. По свидетельству наших подписчиков и публикациям башкирских СМИ, одноразовыми парками оказались не только парк Кашкадан, но и парк Юбилейный, парк в Деме, в Инорсе, в микрорайоне Южный, в городе Ишимбае, в Нефтекамске и во многих других городах. Практически все объекты так называемого благоустройства вызывают вопросы у жителей. Везде схема примерно одинаковая. Сначала много-много шума в СМИ и общественном пространстве, публикация вычурных проектов, декларация абсолютной красоты и европейского уровня, потом много-много дерева под открытым небом выстилается, суть по всему, все той же самой пресловутой лиственнице по заоблачным ценам. Попутно, в общем-то, применяются самые дешевые материалы и самые примитивные технологии строительства, рабочие и нелегалы, слабоговорящие на русском языке, и в конце концов выкатывается обновленная, совершенно чудовищная смета этого проекта, и звучат фанфары, подрядчик отъезжает в никуда, заказчик не предъявляет никаких претензий. Вот примерно по такой схеме работают все парки и все благоустройства Хабирова. Само собой напрашиваются вопросы, почему лично Хабиров выступал практически рекламным агентом этого парка Кашкадан и некоторых других объектов. Ну, то есть с пеной у рта он рекламировал эти объекты. Вот как-то, ну, живя в нормальном мире, мы не можем не предположить, что человек лично в этом всем заинтересован. Почему заказчики ни разу не предъявили претензии, значит, исполнителям этих работ устранить появившиеся недостатки либо подмену материалов? Мы не видели ни судебных разбирательств, ни требований по исправлению недостатков. Почему прокуратура не проверяет процессы освоения миллиардов рублей вот на этом паркостроении? Уже пора, уже точно пора, потому что потом вы никого не найдете. Ну, и главный вопрос. Вот какова роль во всем этом благоустройстве самого Хабирова? Какую роль он играет лично? То есть тут есть на самом деле два варианта. Либо Ради Фаритович не в курсе, либо Ради Фаритович в доле. Это два вопроса, и оба ответа на эти два вопроса нас не могут утешить. Потому что в первом случае, если он не в курсе того, как на самом деле это все обстоит, то Ради Фаритович, простите, лох. А зачем нам лох, глава республики? А второй вариант ответа, если он в доле, но это уже вопрос как бы к прокуратуре и следственному комитету, то тогда нам глава такой тоже не особенно нужен, если он тут, значит, в доле с этими строителями. В общем, все довольно печально с этим благоустройством, и, увы, пока на это все не обращают внимания правоохранители. Совсем недавно, 20 марта, миру был явлен очередной советник главы республики Башкортостан. На этот раз это был советник по инфраструктурным проектам оперуполномоченности Литамакского РОВД, некий Редаль Саетов. Ну, поползли слухи, что Хабиров, просят его на место министра строительства. Честно говоря, в первый момент я рассмеялся. Но, увы, за минувшие две недели эти слухи обрели под собой вполне себе обоснованную почву. Многие чиновники Белого дома мне лично подтвердили намерение Хабирова сделать из этого самого Редаль Саетова министра строительства республики Башкортостан. И меня лично эта информация повергла в ужас. Дорогой Радий Фаридович, ну почему вы ничему не учитесь? Вспомните тот момент, когда вы практически за уши тащили в кресло министра господина Кучербаева. Вам более чем компетентные органы говорили и предупреждали вас о том, что делать этого не следует. Вы не послушались, вы начали шуметь, галдеть, топать ножками и кричать «Глава я республики или где?». Ну, чем все это закончилось, мы прекрасно понимаем. И вот теперь, значит, получается примерно та же ситуация. Ну, возможно, конечно, что правительство республики Башкортостан окончательно превратилось в некий прообраз какого-то профессионально-технического среднего учебного заведения, в котором, ну, например, Авзалова вы взяли министром, чтобы он подучил русский язык. Возможно, что и вот этого Редаля Саэтова вы тоже берете, чтобы он, например, научился клеить плитку. Но, черт побери! По-моему, это неправильно делать из правительства какое-то ФЗУ, ПТУ или что-то вроде того. Если серьезно, то это очень пугающая история. И тенденция ставить руководителем серьезной технологической отрасли человека с нулевым опытом и образованием, конечно, очень пугает. Ну, расскажите, пожалуйста, нам, прежде чем делать из него министр, какие такие здания, сооружения построил вот этот Родель Саэтов? Какое крупное строительное предприятие он возглавлял и каковы успехи этого предприятия? Сколько можно тащить в министры людей, ну, по принципу дружбы или дружеских отношений или каких-то там сентиментальных юношеских привязанностей? Вот со стороны это выглядит ужасно, понимаете? Да, если вам очень нравился вот этот вот Авзалов или он вам там какие-то неоценимые услуги оказал в тайне от всех где-то там в Сибае, но не надо было его делать, значит, человеком, который занимает министерское кресло только для того, чтобы изучать русский язык. Примерно то же самое вы, Радий Фаритович, пытаетесь проделать с этим Роделем Саэтовым. Тем временем окрыленной перспективой наивный Родель Саэтов со свитой застройщиков, явно желающих угодить будущему министру, был замечен за отправлением религиозных обрядов. Видимо, эти обряды должны были способствовать воцарению господина Саэтова в министерское кресло в дальнейшем. Ну, как говорится здесь, не приведи Господи. В конечном итоге мы все рассчитываем на то, что все-таки лампочка здравого смысла когда-нибудь вспыхнет в мрачном сознании дорогого Радио Фаритовича, и он поймет, что то, о чем мы сегодня говорили, делать категорически нельзя. И дело не в том, что мы тут почему-то вдруг внезапно все возненавидели этого никому неведомого Роделя Саэтова, да и бог с ним пускай живет и радуется. Дело в том, что мы, в общем-то, беспокоимся за республику, мы беспокоимся за те отрасли, которые пришли в упадок при Хабирове, и которые могут прийти в еще больший упадок, если он наберет туда друзей из бани, друзей из шашлычной, друзей юности, детства и так далее, и так далее, людей не по профессиональному признаку, а по признаку личной преданности, либо личных привязанностей. Всем известна история Михаила Симонова, пенсионера из Москвы, который год назад был осужден российским судом на семь лет колонии за два поста в сети ВКонтакте. Эти посты были посвящены военным действиям и, по мнению суда, дискредитировали российскую армию настолько, что 63-летнему Михаилу Симонову был выписан приговор семь лет колонии, семь лет реального заключения. Вот такое нынче у нас правосудие. Мы не обсуждаем вот это решение суда, но мы задаемся вопросом, как же так могло получиться, что на фоне вот подобного правосудия человек в звоне полковника, который служит в российской армии, который был уличен в прямом и явном ущербе российской армии, был осужден на условный срок. Я говорю о военкоме Орженикинского, Калининского и Октябрьского районов Константине Ворыпаеве, которому на этой неделе был выписан условный срок за то, что он за взятки фальсифицировал документы призывников, тем самым отмазывая их от армии. На мой взгляд, господин Ворыпаев наносил явный, ощутимый и абсолютно бесспорный ущерб российской армии. На мой взгляд, господин Ворыпаев не менее, чем пенсионер Симонов дискредитировал российскую армию собственным примером. То есть, показывая, каким может быть старший офицер в российской армии, вот таким вот, который берет взятки, который фальсифицирует документы и так далее, и так далее. Вот этим самым господин Ворыпаев, на мой взгляд, бесспорно дискредитировал российскую армию. Но Ворыпаев получает условный срок и отправляется к своей женушке, которая тоже мягко отделалась, хотя участвовала в этом всем, отправляется к ней под бачок в мягкую теплую кроватку, а пенсионер Симонов получает семь лет колонии за два поста ВКонтакте. Вот такие вот контрасты правосудия существуют в Российской Федерации сейчас. Тут напрашиваются очень печальные выводы. Дело в том, что подобные приговоры и подобные контрасты – это не только плевок в лицо правоохранительным органам, которые, на мой взгляд, добросовестно расследовали злодеяния военкома и все доказали. Но вот такой вот странный приговор получился на выходе. Тут напрашивается еще и более глобальный вывод, что отношение внутри общества к этим правонарушениям очень разное. То есть пенсионеру, понятное дело, семь лет, а вот этому социально близкому полковнику и военкому ему условный срок. И эта избирательность в принятии решений, она не только с полковником Ворыпаевым, она и с многими другими чиновниками. Вот, например, на этой неделе Верховный суд Республики Башкортостан не стал заключать под домашний арест господина Кучербаева и Беляева, хотя на этом настаивала прокуратура. Ну вот, относится к ним с максимальной гуманностью. Верховный суд счел, что им нельзя сидеть под домашним арестом, им можно, значит, практиковать большую свободу. Несмотря на то, что год, как уже длится следствие, и суд над этими товарищами, несмотря на то, что даже исходя из того, что известно в открытом пространстве, не вызывает сомнений их причастность к этим злодеяниям, вот суд так к ним лояльненько относится. Пенсионеру Симонову семь лет тюрьмы, как из пистолета, за два поста во ВКонтакте, а эти два министра, значит, на мой взгляд, все ближе и ближе находятся к прекращению дела по так называемым нереабилитирующим основаниям. Ну, тут, как говорится в народной мудрости, украл мешок комбикорма сразу же в тюрьму, а украл десяток миллионов, ну, гуляй на свободе как максимум с условным сроком. Среди оставшихся еще болельщиков футбольного клуба Уфа на минувшей неделе поползли тревожные слухи о том, что к концу сезона футбольный клуб прекратит свое существование. Во многом этому способствовал факт того, что в клубе резко сократились зарплаты, о чем были розданы уведомления на минувшей неделе болельщики футбола башкирского футбола в тревоге замерли и ждут развязки. Некоторые апологеты теории заговора полагают, что все вот это вокруг зарплат и доходов футболистов и сотрудников команды все это очередной раунд шантажа Шамиля Газизова в отношении ради Хабирова. Дескать, вот тогда он его там пугнул, что закроем клуб, Хабиров испугался и вошел в учредители государством туда в этот клуб, теперь значит требует денег. На самом деле я не разделяю вот этой теории заговора, я полагаю, что даже Шамиль Газизов понимает, что у Хабирова на футбол точно нет денег. Похоже, что детище Мурзагулова, это мертворожденное дитя футбольный клуб Уфа и вообще в целом башкирский футбол подобно башкирскому трактору отправляется в небытие. не знаю, я не болельщик футбола и потому не могу разделять скорби тех болельщиков, которые были у этого футбольного клуба, но слишком уж все это, на мой взгляд, было притянуто за уши. И сам Шамиль Газизов, которого, помните, как возносил, восхвалял сам Хабиров. Ой, там это, гений футбола, какое счастье, что он у нас есть, да мы сейчас всех запинаем мячиками. Что-то как-то печально все на выходе. И да, действительно, неплохо было бы послушать откровения самого Шамиля Газизова, который знает, наверняка очень много знает про то, как все было устроено при Мурзаголове, куда там ходили, бродили эти денежки, но что-то мне подсказывает, что Шамиль не станет распространяться на эту тему. Незаметно пролетели две недели, которые прошли с момента нашего последнего стрима, и вот уже завтра, 2 апреля, у нас будет 80-й стрим открытой политики в 21.00. Подключайтесь, поговорим, пообщаемся. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, которые вы готовы задать заранее, то присылайте их в комментариях вот под этим сегодняшним видео. Я обязательно все их прочитаю и постараюсь на все из них ответить. субтитры и субтитры и субтитры субтитры и субтитры субтитры